Ну хорошо, закрываем. Закрываем, уезжаем. Давай, сумку. Сумочку. Сегодня в парке Липки можно было наблюдать большое количество грузовых машин. Из домика в шале предприниматели вывозили остатки нереализованной продукции, личные вещи и новогоднюю атрибутику. Жительница Владимира Людмила Михайловна вот уже несколько лет продает на рождественской ярмарке сувениры из керамики. Выручкой этого года более чем довольна. При этом женщина рассказывает, торговля пошла буквально за несколько дней до Нового года. Когда только ярмарка открылась, покупателей было немного. Вы знаете, ярмарка открывать рано, нет резону. Ее надо где-то открывать числа 27-28 декабря, потому что самая торговля начинается именно в этот срок. А раньше, до этого времени, совершенно нет резон, мы сидели просто. А потом, конечно, пошли люди, уже стали покупать тематику, стали покупать сувениры, подарки. И мы, конечно, были очень довольны. Всего свою продукцию на этой ярмарке представили более 60 предпринимателей, в том числе представители из Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. Но большинство домиков в шале заняли местные ремесленники. По традиции приобрести здесь можно было сладости, соленья, сувениры ручной работы, кожаные изделия. Все то, что можно было бы подарить родным и близким на Новый год. Продавцы говорят, была бы возможность торговлю бы на Соборной площади продолжили, хотя бы до Масленицы. Но согласно договору с мэрией, освободить витрины они должны в эти дни. Что касается дальнейшей судьбы домиков в шале, то их в скором времени уберут из парка Липки. Я вам не скажу когда. Почему? Потому что сейчас зимняя погода, да это достаточно такие хрупкие сооружения деревянные. Мы просто не хотим их повредить, но обязательно их вывезем. Они хранятся на складских площадках, которые курируют наше управление административными зданиями. То есть наша задача, чтобы они пережили летний сезон спокойно и в будущей зимой, накануне очередной рождественской ярмарки, опять заняли свои места. При этом в мэрии добавляют, не исключено, что несколько домиков в шале все-таки останутся в центре для продажи сувенирной продукции туристам, а также для реализации товаров во время городских праздников.